Слава Иисусу Сегодня вновь вы видите меня здесь, да. Хотелось, конечно, чтобы старший пастор сегодня был с нами, вот, ну, такие форс-пожорные обстоятельства, и у меня теперь возможность послужить, послужить вам словом, поделиться тем, что Бог вложил в мое сердце, и действительно я с братьями делился. И вчера вечером, когда вот готовился я слова, знаете, я себя ощутил таким человеком, который, знаете, вот там копал, копал, нашел где место клада, да, он копает, копает, он вытаскивает этот клад, так на край, так опускает его, и уже просто обессиленный такой, знаете, думает, что завтра продолжу. И на самом деле я так, со мной получилось, я так вот на край положил, потому что я чувствовал, что это вот определенное сокровище, которое Бог дал мне, которое мне нужно передать вам, как церкви, поделиться тем откровением, которое, я верю, то, что оно дано для нас всех, потому что я тоже часть церкви. И когда мы добываем эти драгоценные сокровища, которые Бог дает нам, эти откровения, мы понимаем, что мы сами обогащаемся, не только мы обогащаем, но сами обогащаемся тем, что Бог дает нам. Вы знаете, дорогие, сейчас стоя вместе с вами, поклоняясь Богу, славя Его, я поймал себя на мысль, как здорово, что я в Доме Божьем. Потому что однажды, помните, один муж, заснув на камне, у него приснился ему один сон такой, когда он проснулся, он сказал, а я и не знал, что здесь Дом Божий, что здесь врата неба. И я ощутил себя вновь счастливым человеком, что я в Доме Божьем, что я в Церкви Христовой. Потому что, вы знаете, я знаю людей, которые, ну, не знаю лично, но слышал о людях, которые мечтают быть похороненными на той горе, где, помните, откуда вознесся Господь Иисус однажды на небеса. И есть пророчество, и ангелы, они сказали, мужчины, что вы здесь стоите, идите, Христос вернется вновь сюда. И эти люди, они мечтают быть похоронены там, вот именно на этой горе, в надежде, что когда Господь придет, они как бы будут одни из первых, вот кто его встречать будет. Но на самом деле Господь нам сказал, что его церковь будет та, которая первая будет его встречать там, на облаках. И мы празднуем этот праздник, вот именно пророческий, вот именно эта встреча Церкви со Христом, или как бы мы не празднуем, а мечтаем, мы молимся об этом, мы радуемся, мы ожидаем вот этого времени, когда мы встретимся с Господом Иисусом Христом там, на облаках. Поэтому слава Богу, что мы в Церкви, потому что Бог здесь учит нас, ведет нас, взращивает нас. И помоги нам Господь действительно учиться, не только здесь, но когда мы приходим домой, когда мы берем наши Библии, открываем их. И Дух Божий, чтобы Он учил нас, открывая нам эти глубокие истины, в которых нам нужно жить, стоять и служить. Дорогие друзья, хочу предложить вам такой текст интересный, прочитать. Это Евангелие Матфея, 22 глава, с первого стиха, где нам однажды Иисус Христос, Он повествует такую притчу. Он говорит о том дальнем времени, которое как бы еще не наступило, но ожидаемо его. Иисус, читаем 22 глава, с первого стиха и ниже. Иисус, продолжая говорить им притчу, сказал, «Царство Небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов сказать, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав, осен царь разгневался, послал войска свои истребить убийц он их, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабыте, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, выйдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал, сказал царь слугам, связав его руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. История, она необычна. Здесь Иисус Христос, использовав притчу, как бы иносказательно или в примером, изобразил будущее время. Он говорит о том, что есть люди, которым было возвещено или приглашены, которые были заранее, и было время подготовиться. Но когда время пришло, и пришло приглашение, пришли люди, сказали, пошли, уже все готово, они пренебрегли этим приглашением, они пренебрегли этим пиром, пренебрегли царем, и пошли на свои труды, своими занятиями. И вот я хочу вас обратить на других людей, которые как бы даже в принципе и не слышали о приглашении, им никто об этом не говорил, но они, может быть, занимаясь своими какими-то делами, или, может быть, были погружены в свою жизнь, на своем пути встречая этого слугу, этого царя, который говорит, пойдем, слушай, сейчас, не когда-то будет, сейчас собирайся и пойдем на пир. И написано, что эти рабы, они собрали этих людей на этот пир. И когда царь вышел, чтобы оценить или посмотреть этих людей, которые на пире, он увидел человека, который был не в нужном дрескоте, можно так выразиться. Он был не в тех одеждах, которые требовались для этого мероприятия. И царь повелел этого человека не просто вывести за пределы этого пира, он повелел взять его, связать и брошить во тьму внешнюю. Друзья, когда мы открываем книгу «Откровение», нам попадается, то есть, когда мы исследуем, изучаем, такое место интересное, где Иоанн, он описывает то, что ему было показано, вот именно это время, этого пира. И это место, оно проливает немножко такое, знаете, откровение, понимание, что за одежды, почему, то есть, настолько важно было людям этим быть на этом пиру, именно в брачных определенных одеждах. Почему, не имея этих одежды, этот человек был изгнан царем, не просто даже выведен, изгнан с этого места пира. И когда мы читаем книгу «Откровение», 19 глава, 7-9 стихи, где здесь говорится, «Возрадуемся и визвелеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь же говорится о церкви. Вот об этом свете, об этом единении, это встречи, соединение церкви и Христа. И оно изображено таким вот именно образом. И помните, даже Иисус Христос, когда он был на последней вот этой вечере, когда с учениками он говорил, что я буду уже вино пить там, на том браке. И здесь написано, и дано было ей, то есть церкви, в данном случае, как невесте, дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, эти си суть истины слова Божьи. То есть вот это местописание, оно проливает такой свет на ту притчу, которую сказал Иисус Христос, что эти брачные одежды, суть праведность людей, праведность святых. И, конечно же, здесь размышляем, естественно, появляется вопрос, а что есть праведность? Что есть праведность? И, как бы, рассуждая, размышляя, мое такое, вот, как бы, заключение, праведность, это состояние верующего человека, присутствие его в границах Божьих повелений, поручений, заповедей и учения. Некий комплекс, и пример очень простой, вспомним нашего отца веры, Авраама. Вы помните, что в Бытие написано, 15 глава, 6 стихом написано, Авраам поверил Господу, и он вменил, то есть признал его, и он вменил ему в праведность, его веру, его послушание Богу. И когда мы вспоминаем просто, если, например, вы не читали, стоит почитать жизнь, вот именно этого мужа Божьего, когда он жил своей жизнью, Бог однажды его позвал, сказал, пойдем за мной. Он что сделал? Он встал и последовал за ним, в абсолютно чужую для него землю. Он пошел, и он странствовал по этой земле. Он жил, написано, как на чужой. Бог ему сказал, я тебе дам сына. 25 лет этот человек ожидает сына. И написано, он не поколебался верой. Впоследствии еще один момент, когда Бог, этот не просто малыш, он уже подрос в подростка, потому что через какое-то время Бог ему говорит Аврааму, Авраам, слушай, а принеси мне сына своего в жертву. Знаете, написано в Писании, иногда я слышу рассуждения, и порой сам так же думал, думаю, что же он испытывал внутри себя, когда он шел с мальчиком. Бог ему сказал, принеси в жертву. Друзья, сделает такая ремарочка. Бог сейчас таких вещей никому не говорит. Поэтому не обольщайтесь, если вдруг вам приснится или придумается принести кого-то в жертву. Да не будет этого с вами ни в коем случае. Но в данном случае была такая история. Бог ему говорит, принеси. Он взял сына, пошел, и написано, что он был уверен, убежден настолько в Боге, он был уверен, что Бог силен его воскресить из мертвых. Поэтому, когда он шел вместе с сыном своим, два слуги шли, то есть этот осел, они эти дрова везли, и в какой-то момент они остановились. Авраам говорит этим слугам, останьте здесь, пока мы сходим и вернемся. Он был уверен, что придя туда, даже если ему придется заколоть сына, он силен его воскресить, потому что он имел обетование, обещание. И понимаете, этого мужа Бог называет праведным. Почему? Его жизнь показывает, что он следовал за ним, его голосу, его повелением, его наставлением. И поэтому Бог сказал, написано, что Бог признал его веру. А вы помните, мы говорили, что вера это не просто твоя уверенность в Боге, в душе, это твоя вера, уверенность и твои плоды, твои дела, твоя жизнь, твое ежедневное, твое движение за Богом, в твоих поступках, в твоих отношениях, в твоих мечтах, в твоих планах. Вот твоя вера. Она не может быть там, верой в Бога, что он существует, но в жизни быть абсолютно противоположной. Написано, что такой верой верят бесы. Они верят и трепещут. Они верят в Бога. Они трепещут, узнают о своей судьбе. Но они абсолютно живут или действуют абсолютно по-другому, не по вере. Поэтому вера в Бога, которая вменяется в праведность, это вера в Бога и следствие этой веры. Дела ежедневные. То есть, на примере Авраама. То есть, читая вот эту вот притчу Иисуса Христа, где он говорит, что «Как ты вошел сюда, друг? Как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» И уже по месту Писания, из Откровения, мы понимаем, что речь идет о праведности определенной. То есть, этим Иисус дает знать или понимание нам, вкладывает в наше сердце, в наши мысли, что мы, веря в Бога, должны быть в определенных одеждах праведности, которые, может быть, людям не очевидны, вот так, внешне. Ты, может быть, одеваешься в джинсы, куртка, что-то другое. Но духовный мир, он очень хорошо видит в твоей одежде. В каких ты одеждах? Интересная мысль, которую я хочу с вами поделиться. Помните, когда произошло там, в Эдемском саду, и Адам с Евой что-то сделали? И написано, открылись глаза их. И что они сделали? Они сразу спрятались. Бог идет и говорит, Адам, а где ты? Он говорит, я голый. Не желая выходить во свет много. Бог ему говорит, а кто ты? Тебе сказал, что ты голый. Мы в большинстве своем часто думали и думаем, что, в принципе, речь идет, вдруг открылись глаза его, и он осознал, что он наг. Но я думаю, что как раз здесь, в этих словами, Адам, он выразил свое духовное состояние, абсолютно обнаженное в этот момент, потому что он приступил единственную заповедь, которая была Богом дана ему. Не вкушай с этого древа. Ее приступив, он абсолютно стал нагим пред Богом. И вот эта нагота, она побуждает человека к чему? Бежать от Бога. Почему человек грешный? Он не хочет идти во свет, потому что он чувствует, что, войдя во свет, обнажится вся его натура, его сущность. И Адам, он сбежал туда вместе с Евой, они прятались, говоря, я наг. Такое состояние может быть у человека. Я думаю, что неверующий человек, который не примирился с Богом, не примирился со Христом, он и находится в таком состоянии. Нагово, духовно наг, абсолютно. Вы помните, когда блудный сын вернулся к отцу? Что первое сказал отец? Принесите одежду ему. И его, эти грязные одежды, его жизни былой, они были сняты, как грязные лохмотья, и одет был он в эти одежды. Символически, я думаю, это тоже говорит о том духовном состоянии, с каким мы приходим к Богу, когда без Бога жили, когда безбожно живем. Приходим к Нему, и Бог снимает с нас эти рубища и одевает вот в эти одежды праведности, которых мы потом впоследствии ходим, живем. Конечно же, когда мы соприкасаемся с друг другом, мы можем увидеть, насколько человек в одеждах праведности ходит. Правда же? Иисус очень просто говорил, дерево худое, оно не приносит доброго плода. И дерево доброе, оно не приносит худого плода, наоборот. То есть, соприкоснувшись с человеком праведным, ты ощутишь эту праведность, ты ее почувствуешь, ты ее увидишь в его словах, ты ее увидишь в его поступках, в его даже мечтах, о чем он мечтает, чем он живет, чем он дышит, и ты поймешь, в каких одеждах, или чистые его одежды. Интересное состояние. То есть, когда мы читаем еще одно местописание, которое я хочу вам прочитать, или обратить ваше внимание, почитать, это книга Захария, описывает в пятой главе, книга Захарии, третья глава, с первого, третья глава, первого стиха и ниже. И здесь описывается интересная история. Здесь описывается священник, которого имя Иисус, написано великий Иерей. Иерей это священник, первого священника. И посмотрите, интересное описание идет его. И показал он мне Иисуса, то есть Захария, пророк, описывает духовные вещи, это не в физическом мире, он это видел, написано, показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутый из огня. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал, стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. То есть как раз так, вина является вот этим, этой грязью на этих торжественных, на этих одеждах праведности. И сказал, возложите на голову его чистый кедар, и возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же, Господень, стоял. То есть уже дьявол, уже сатана исчез, потому что мы знаем, что основание для его присутствия, основание или право ему, это вот именно нечистота в жизни человека, грех некий в его жизни. И мы говорим, мы начали говорить о пире, на котором собрались приглашенные, которые сидят, и царь выходит и смотрит, и видят этого человека, и говорит, как ты сюда вошел? Не в брачной одежде. И мы говорим о том, что брачная одежда подразумевает праведность человека, праведность верующего человека. Мы говорим о том, что праведность, это состояние, в котором верующий человек находится, находится в неких границах Божьих повелений, Божьих поручений, заповедей и учения. Не просто вера в Бога, но следствие, то есть следует определенным вещам, Богом заповеданным и указанным. Дорогие друзья, когда мы открываем книгу евреям, апостол Павел воодушевляет нас и говорит, что если ты или твои одежды, они запятнанные, если твои одежды стали неторжественными, есть тот, тот первосвященник, кровь которого сильна, а мы твои грехи, твою нечистоту в твоей жизни. И написано и так, евреям 4 глава 14 стих, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да, приступаем с дерзновением, то есть смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть есть выход, есть выход, что делать с тем, когда ты ощущаешь в своей жизни, что тебе хочется укрыться. Я думаю, что порой не хочется идти в церковь, потому что просто тебе не хочется, чтобы тот, кто здесь, он смотрел на твою жизнь, на твои поступки. Тебе не хочется смотреть в глаза братьям. Что-то тебя отдаляет, ты не желаешь выйти во свет. Но есть первосвященник, который имеет власть осветить и очистить тебя, чтобы ты смело в радости был на том пире. Однажды, когда Господь придет, как я уже в самом начале сказал, церковь его, она будет восхищена к нему, в сретении, в эту встречу с ним на облаках. И чтобы мы, находясь вот в этом присутствии его, наши одежды, эти брачные одежды, они сияли вот этим прекрасным, вот этой прекрасной чистотой, святостью. Сейчас это время. Может быть, среди нас есть те, а были, кто говорил, что первый раз, может быть, в вашей жизни вы вообще никогда не слышали о Боге. И ваше сердце, как много раз бывало, слышишь, встречаешься с людьми, разговариваешь, и он говорит, послушай, я вот подготовлюсь, вот я поправлю свою жизнь, я перестану курить, пить. То есть он понимает, что есть нечто, что оскверняет его, и он не может с этим прийти в присутствие его. Ему надо что-то сделать с этим. Это как состояние этого Адама, да, он спрятавшись там, он не хочет выходить, он слышит голос Бога, который зовет, Адам, где ты? Но он говорит, я не могу. Моя нагота, она просто меня держит здесь, вот в этом месте. Я хочу сказать тем, кто это чувствует, он ждет, как добрый отец. И он не упрекнет, он ждет тебя, чтобы одеть тебя, вот в эти брачные одежды, чтобы одеть тебя, как отец одел вот этого блудного сына, вот в эти одежды, одел на его персень этот персень восстановления, сыновства. Есть выход. И он ожидает. И я хочу пригласить вас к молитве. Давайте мы все встанем. Вы знаете, мы в преддверии этого прекрасного праздника Рождества. Это время, когда мы поособенно ожидаем в своей жизни каких-то перемен, каких-то благословений особенных от нашего Бога. И я думаю, что это время, когда мы сердце поособенно свое испытываем, исследуем, когда мы поправляем себя, когда мы осматриваем свои одежды символически. Я хочу вместе с вами помолиться Господу. Если твое сердце, ты чувствуешь бремя, которое может быть уже не один день, оно тебя просто, оно в твоем сердце, ты с этим ходишь, и может быть уже свыкся, и ты говоришь, ну я не знаю, что сказать. Может быть, ты чувствуешь, что тебе нужна молитва, просто молитва церкви. Тебя никто ни о чем не спрашивает, но ты можешь выйти сюда, мы будем молиться за тебя, друзья. Мы будем молиться друг о друге. Вот этой молитвой благословения, молитвой освящения, молитвой очищения. И если во время молитвы ты чувствуешь, ты нуждаешься, приходи сюда, мы будем молиться тебе. Отец наш, мы восхищаемся тобой. Мы восхищаемся, Господь, твоей удивительной благости, твоему удивительному долготерпению, Господь. мы восхищаемся, Господь, твоей любовью, твоей нежностью, твоей благодатью. Аллилуйя, Иисус. Господь наш, и мы взываем тебя, потому что знаем, что ты Бог наш. Мы знаем, что у тебя прощение, у тебя освящение, у тебя, Господь, благодать для нашей жизни, Господи. И мы молимся за эти драгоценные души. Мы взываем тебя во имя Иисуса Христа. Освети, Господь, очисти, поправи их светильники пред лицом твоим святым, Господь. А во очи, чтобы, ходя пред лицом твоим, они чувствовали вот это торжество радости внутри себя, это торжество счастья внутри себя, Господь, о твоей близости, о твоем благорасположении к их душам Бог наш. Во имя Иисуса благослови, Господь. Мы взываем тебя, мы верим в силу твоей крови, потому что если кровь животных когда-то она покрывала грех человека, то кровь Иисуса Христа сильно разрушит всякий грех, в твоей и моей жизни слава тебе, Господь. И мы во имя Иисуса Отец провозглашаем это отпущение этих грехов Господь в жизни наших дорогих. Во имя Иисуса благослови, во имя Иисуса яви благодать твою и особенную милость во имя Иисуса Христа. Тебе слава наш Господь, наш Спаситель, Отец Сын и Дух Святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть Бог благослит вас, дорогие. Я извиняюсь, а вы первый раз сегодня, да? А здесь в церкви подобное вы? Вы первый раз? А в церкви протестантской вот такой вот вы приехали первый раз? Вас пригласили на служение, да? Вы когда-нибудь были в подобной церкви, да? А вы молились, молитвы покаяния, примирялись с Господом когда-нибудь, да? Вы вышли на обновление, вот именно. Слава Богу за вас. Пусть Бог благослит вас. Проходите. Слава Богу. Дорогие друзья, я хочу также пригласить сегодня, поднимали некоторые руки, что вы первый раз в церкви, но я хочу пригласить к молитве, к покаянию, к этому примирению. Может быть, вы хотели примириться с Иисусом первый раз в своей жизни. Может, никогда вы не молились молитвой покаяния, и вы нуждаетесь в этом, вы хотите примириться с Отцом своим. Вы можете поднять руку, если есть такие, кто желает примириться с Иисусом. Пусть Бог благосеет вас. Добрый день. Как зовут вас? Артур? Вас вытолкнули, или вы все-таки сами желаете? А, вы стесняетесь камеры. в сердце у вас есть желание покаяться, примириться с Господом? Это начинается с молитвы, молитвы покаяния, осознания и понимания своей греховности пред Богом, желания, чтобы Он вошел в вашу жизнь и силой своей совершил эти добрые перемены в вашей жизни, в вашем сердце. У вас есть желание это? Да? Я хочу помочь вам. я буду молиться молитвой, вы молитесь этой простой молитвой просто от себя, обращаясь к Богу. Отец Небесный, во имя Иисуса, да, вы повторяете во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что до этого времени Ты хранил меня. Я верю в моего Спасителя, Иисуса Христа. Прости меня ради Него, освободи меня и одень меня в одежды праведности, я желаю быть Твоим Сыном. Прости меня и прими меня в число детей Твоих во имя Иисуса. Аминь. Мы приветствуем Тебя. Ты брат наш. Это подарок вам. Читайте Слово Божие. И мы хотим помолиться за вас. Можно, да? Друзья, давайте мы помолимся за Артура и благословим его. Отец наш, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за Артура. Мы благодарны Тебе за эту удивительную перемену в его жизни. Мы знаем, что небеса сейчас просто ликуют. Ангелы твои славят Тебя, потому что его сердце, его душа, она нашла вот это единение, восстановление. Он вновь вернулся в объятие отцовских, став Сыном Твоим во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, за это удивительное преображение наших жизней и нашего спасения. Слава Тебе, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Давайте еще. Спасибо. Спасибо.